Одни юристы защищают интересы граждан в суде, другие оформляют сделки купли-продажи, а третьи выступают гарантом законности в тюрьмах и колониях. Виктор Павлухин на службе в Увсении уже 10 лет. Каждый день, преодолевая несколько контролей, идет на свое рабочее место – кабинет юриста в пятой колонии строгого режима. Здесь отбывают наказание нарушителей, приступивший закон впервые, но по серьезным статьям. Виктор делится секретом профессионального мастерства. На приемах он общается с заявителями, не как с заключенными, а как с людьми, которым нужна помощь. Не допускать обращения на «ты», грубости каких-то, а так стараюсь индивидуально подходить к каждому осужденному в зависимости от психоэмоционального фона. Поэтому стараюсь и непосредственно подбирать слова, то есть доходчиво объяснять, разъяснять какие-либо моменты. Некоторым осужденным помогают составлять документы, когда грамотность не позволяет сделать это самому. Мужчина рассказывает, большинство вопросов жилищные, не все заключенные знают свои права. У них нет на руках документов, чтобы доказать обоснованность своих просьб. Тут на помощь приходит юрист, консультирует и объясняет – доступно и оперативно. Помогает Виктор и сотрудникам колонии. С разными вопросами они ежедневно приходят к специалисту за помощью. Работа со спецконтингентом сложностью не является. Она интересна, поскольку вопросы, которые приходится разрешать по их обращению, очень многогранны. И в иной раз требуют детального изучения, сбора фактических доказательств. В пятой колонии больше тысячи заключенных, много персонала и всего один юрист-консульт, в задачах которого – проверка документального сопровождения жизнедеятельности всей тюрьмы. Через эти руки проходят сотни документов. Ирина Шугаева в исполнительной системе юристом работала более 16 лет. Год от года специфика вопросов, рассказывает женщина, не менялась. Случаи бывали всякие. Кому-то нужна была разовая консультация, кому-то – серьезная юридическая помощь. В обязанности юрист-консульта в УФСИНе не входит личный прием, выход к заключенным – исключительно инициатива сотрудника. Человек, который находится, скажем так, по ту сторону решетки, в местах лишения свободы, он тоже человек. И к нему мы и относимся именно так, с точки зрения возможности помочь. То есть, конечно, элементы сострадания – это никому не чуждые. Права собственности, наследование, тонкости трудового законодательства, представительства в судах. Юрист-консульт, который работает в системе исполнения наказания, должен хорошо разбираться во всех нормах гражданского права. Часто советы приходится давать им от ремониального свойства. Многие хотят поправить свое семейное положение, то есть жениться, поскольку предоставление длительных свиданий, оно непосредственно предусмотрено правилом внутреннего распорядка и уголовно-исполнительным кодексом, с близкими родственниками, правилом с супругами. А вот с иными лицами – с разрешением администрации. Некоторые ситуации, в которых попадают граждане, даже находясь за решеткой, достойны пера писателя или экранизации в кино. Лично ко мне на прием пришел осужденный и попросил решить такую проблему. Но проблема была такого рода. Он содержался в местах заключения 15 лет, то есть уже шел 15-й год. И все это время его жена, которая официально была с ним в браке, которая не ездила к нему и не поддерживала с ним социальных связей, рожала детей, и, естественно, дети были записаны на него. И алиментные обязательства, естественно, были на нем. И он просил, чтобы мы каким-то образом помогли эти алиментные обязательства снять с него. И таких случаев в практике специалистов немало. Объять необъятное – такова каждодневная задача юрист-консульта в колонии.